Есть второй способ, поскольку новичку вот этот инструмент не сильно подвластен. Есть второй способ, это кисти. Кисти можно сделать то же самое, но немножко погодя. В данный случай мы можем использовать недостатки нашего холста, недостатки, то что он впитывает очень быстро краску, это нам может быть в данном случае только на руку. Мы оставим на несколько минут в покое вот этот горшок, дадим краске притянуться к холсту, и после того, как она притянется, совершенно спокойненько кистью внесем туда нужный нам цвет. Можем пока пальчиком немножко уточнить форму горшочка. Почему пальцем? Палец находится очень близко к нашим телесным ощущениям и не дает нам соврать. Если кисть это некое продолжение руки, да, и у него есть варианты, то палец напрямую связан с нашими телесными ощущениями, осязательными, зрительными, тактильными, и он не дает нам врать. То есть упрощает нам жизнь. Значит, из горшочка у нас живет там зелень. Все мы знаем о том, что зелень, это у нас проявление голубой краски, в данном случае ФЦ, и кадмий желтый светлый. Получаем при смеси зеленый такой оттеночек. И сюда намеки на будущую зелень. Основным каким-то зеленым пятном выставляем. Что-то вверх там у нас растет, что-то в стороны, чуть-чуть вниз. То есть, поскольку мы еще с горшочком будем работать, не сильно зеленью туда залазим. Возникает вопрос, как этот горшок поставить на плоскость? На плоскость предмет ставят, отбрасывая им тень. Значит, все предметы в солнечный день отбрасывают тень. Горшот отбрасывает тень. И предмет мгновенно встал на плоскость. Значит, мы помним из предыдущих роликов о том, что в солнечный день тень норовит быть сиреневой. Это создает иллюзию такого яркого солнечного дня. В данном случае можно немножко вот в глубине и подзеленить ее. Дрова дает какие-то свои рефлексы, и тень может быть немножко зеленоватой. Касание яркости горшка к тени. Художники всегда прибегают к данному эффекту. Они всегда из-под тени достают свет. И вот предмет у нас становится на плоскость. Можно пока также набросать основы будущей листвы под какие-то апельсиновые деревья. Просто туда вот накидать зеленку будущей листвы. Можно даже опустить поглубь. Немножко длиннее размер холста. Такую подкладку. Эта листва держится на каких-то ветвях. Это совершенно очевидный факт. Листья не растут сами по себе. Набираем смесь коричневого-красного. Чуть-чуть туда желтизны. Полностью набираем на кисть. И лишнюю краску снимаем в тряпку. Держим кисть параллельно холсту. И такими баловливыми движениями набрасываем веточки, в которые пишется листва. Я кисть вращаю. Помедленнее это сделаю. Значит, кисть все время вращается. Находится не торчком к холсту, потому что она сдает только на своем кончике краску. А полностью. Полноценная раздача краски. Полноценная. Помните о том, что ветки это у нас не такие вот прямые линии. А что-то природное. Имеющее какие-то свои ступы. Какие у нас сейчас существуют яркие пятна на картине? Это вот упавший апельсин. Из школьной программы мы знаем, что апельсин по-английски orange. Orange это оранжевый цвет. Что есть оранжевый цвет? Это смесь желтого и красного. Получаем такой подкладочный оранжевый цвет. Можно взять пальчик и поставить пятнышки этих будущих вкусных фруктиков. Или это не фрукты? Вот ничего не выдумываю, а просто перечисляем количество этих ярких пятен. кто боится замазать пальчик, существует кисть. Это можно сделать еще и кистью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok